смотрите как все тут вот очаровательно запасная пуговичка посмотрите какая этикетка красивая вот все красиво кружевной кусочек так фирма кому интересно называется вот так бренд так и что тут на горловине так сейчас я вам примере и так ну давайте посмотрим состав так 4 процента эластана 5 процентов лана это шерсть вул 36 полиамид и 55 полиэстер так италия рома кофта джемпер шикарный друзья всем привет большой привет ну посмотрите конечно же я не могла не купить эту зеленую кофточку у него такие цветные пуговицы фокусируют знаете цвет вот такой зеленый какой нужно вот правильный зеленый цвет мои джинсы которые купила раньше на оптовом рынке сегодня их надену я конечно думаю что она будет скатываться но не купить ее не могла ну куплю машинку убирать катышки согласитесь кофта джемпер как угодно назовите шикарно кстати очень теплая мне вот уже жарко и окно закрыла чтобы там не шумели красивая кофта значит кофта стоила 3 500 она делала акцию 2 300 ее и мне сделала скидочку еще 300 рублей 2000 друзья у нас красноярске таких цен не найдешь и таких красивых вещей тоже и таких красивых вещей тоже я очень довольна покажу вот такие пуговицы красивые красивая кофта даже немножко знаете камера высветляет здесь цвет более насыщенный ну и конечно вот этот джемпер я купила белый что мне подкупило в нем цвет молочный ажурная вязка он знаете такой тяжелый хороший настоящий джемпер ажурная вязка красивый рукав нигде не поддавливает нигде ничего мне не жмет знаете может до повесить у меня длинные такие жемчужные бусы есть я их завязываю в узел какую-нибудь легкую роскошную юбку и пожалуйста и в мир и в пир и в добрые люди как вам изумительный джемпер очень объемно еще раз повторю ажурная вязка сейчас сниму покажу вам поближе мне посмотрите какая вязка очень красивый светерок очень она мне сказала это производство турция вот такая этикеточка была магазина очень красивый красивый рукав в общем друзья такие роскошные тюльпаны белые просто роскошь снимаю жека семейный попросил меня об этом александр снять джека семейные дорогу вернее от набережной даже к семейного смотри продается квартира его просьба совпало с моими целями я ходила на оптовый рынок вот как раз оптовый рынок здесь и находится друзья кто спрашивал то никак понять не может находится он в конце улицы колораж что я опять ушла оттуда сняла тут магазинчик правой стороны агрокомплекс вот он он оптовый рынок вот все здания заходите это оптовый рынок я сниму не от набережной до жека семейный а наоборот александр я думаю вам не будет разницы никакой абсолютно все подряд и снимать конечно не буду потому что нет смысла но вот такая дорога вот так мы начинаем свой путь до набережной на самом деле я снимала уже ну повторюсь специально александра здесь много всяких ловчонок необходимых там он сантехника двенадцать стульев матрас у окна вверх улица идет на улицу павлова и павловский переулок там выше выше находится санаторий ширак кстати кому интересно мы идем дальше с левой стороны видим самолет вот такие соседские дома вас будут окружать александр если вы все-таки надумаете переезд рядом национальная топливная компания заправка так цены 95 и 53 15 92 48 20 дизельное топливо 55 25 100 еще какую-то и 63 50 так по правую руку от меня остается отель прибой так кто будет спрашивать зачем нам это видео я сразу вам отвечаю сами простили показывать вам улицы побольше улиц вы просили побольше улиц ну вот пожалуйста снимаю вам улицу колораж думаю ни одному александру это будет полезно виднеется торговый центр павловский он на улице павлова а здесь огромнейший магазин магнит не вот этот маленький на дороге стоит а вглубь немножко огромнейший с огромнейшим выбором у нас таких магазинов нет я уже повторяюсь но тем не менее так а мы идем дальше так здесь я перейду дорогу потому что там дальше мы тоже будем ее переходить стоять стоять друзья и и налево естественно идем налево вдоль улицы колораж не могла не зайти смотрите какая красотища как красиво вот эти вообще чудесно а лилии то какие огромные ну я вот лили кстати не люблю кто любит лили знаю что большинство девочек лили любят вот магазинчик так вот сейчас мы дойдем до улицы победа повернем направо и домики здесь но я показывал тоже эти домики слева вот это здание зеленый это рынок сейчас он конечно худенький я говорил уже об этом но летом тут полно овощей всякой заготовки всяких заготовок и справа от меня мы выходим на площадь на площадь не знаю как она называется можем посмотреть конечно очень красивые тут олейки много зелени и шли мы наверное вот эта площадь шли мы наверное минут пятнадцать центр национальных культур так знаете что я не буду поворачивать по улице победа пройду еще немножко и покажу по сути арку который ведет арка переход который ведет так набережной и там останется ну три минуты но напрямую вы не пройдете надо будет все равно обойти вот вы же видите да по моим вот по переходу и там уже видите море но вы туда не попадете вам нужно перейти дорогу обойти и в помощь вам вот этот переход вот этот переход иначе вы туда не попадете какой цвет красивый фиолетовый вы знаете я люблю наверное мне нравится фиолетовый цвет но я не люблю его для себя в одежде вот так лиловая футболка у меня была сиренева лиловая нравилась а вот так чтобы насыщенный фиолетовый как-то вот я ничего себе не покупаю я уже не пойду потому что понятно там я говорю по если напрямую то там буквально 3-4 минуты вы уже будете на море я думаю понятная улица с понятными магазинами и переходами сейчас на набережную не перейду потому что меня я может быть перейду но чуть дальше чтобы здесь под ней лазить по ступенькам и не возвращаться назад потому что нужно будет назад вернуться я пройду чуть дальше этапа набережной под уже там сошлычная оптика вот такие магазинчики гастропаб мини-маркет я здесь не была кстати как-то мне сюда не хочется общей сложности я не сказала нужно будет идти 20-25 минут в зависимости от того каким шагом вы будете идти от моря до жили жилого комплекса семейный ну 25 гиром блеск вверх ну так интересно почему я его раньше не замечала давайте спустимся посмотрим какая чистота тут порядок ой какая прелесть смотрите для деток сколько качелек но чистота то какая как-то странно так идешь голова вниз обычно я смотрю по сторонам а почему я не видела этот сквер как интересно рабочие птички поют сейчас сяду пять минут отдохну хотя я не надо торопиться но не особо торопиться в одно место знаете вот такие не скамейки замечательные вы знаете деревянные сидушки это ведь очень важно спинки и подлокотники могут быть разными а сидушки всегда деревянная вся дуб отвечаю сейчас на ваши комментарии какая-то улица параллельно поняла где этот скверик выходит на улицу победы и его с этой стороны снимал ну что на сегодня прогулок достаточно будем прощаться всем пока пока дорогие клиники большая сушить большая и пустенькая сейчас скажу зачем ходила тут видеосъемка и фото запрещены вызывалась поликлинику думаю здесь городочек маленький и я быстренько решу проблему который меня тревожит уже месяца три знаете я очень люблю рыбу но я всегда давлюсь костями то мне в этот в десну воткнется мне подружки вытаскивают и тут то еще куда-нибудь и тут мне показалось что мне косточка воткнулась в горло с правой стороны месяца три наверно 4 назад и мне то кажется что мне трудно глотать то не кажется я что-то все тянула думал дай-ка я здесь проверюсь но сейчас пришла записалась клору рассказал ему все он летнул если бы это была косточка то организм данным был уже давно и и вытолкнул из себя то есть было бы там нагноение и косточка бы сама давным давно уже вылетела у вас скорее всего это психосоматика ну короче стал смотреть мне и говорит такую а у меня рот открыт он смотрит инструментами грибы ой 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 господи у меня сердце ушло в пятки а потом вижу глаза у него улыбаются думаю ну что-то шутит доктор и точно греть ничего вас там нет все чисто ягод вообще ничего не вижу а он такой возрасте дядечка прямо очень приятный доктор в уши мне заглянул в нос загляну говорит гипотоник я говорю что это такое я просто чтобы вы понимали вообще к врачам не хожу а у меня карточки даже нет а он говорит ну это давление 100 на 60 я говорю да вот как он как он это вот увидел скажите мне заглянув мне в нос просто ну и все короче говорит все вас хорошо это психосоматика может быть показалось когда-то чего-то и вот в голове застряла эта мысль что у вас там косточка вот такая ситуация в общем я довольная вышла думаю слава богу